Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, дамы и господа, сэры и сарихи. Сегодня у нас будет актуальный гайд на персонажа, которого все полюбили с недавних патчев, когда ее улучшили и все ее семейство. Сегодня мы поговорим о девочке канг-фу, как вы поняли это с названия, естественно, видео, то есть кафа-гэшка, баба-кун-фу, канг-фу-герла, как ее только не называют. Поговорим мы сегодня о влажной представительнице этого класса, зовут ее Щаолин, короче, Шавиль ее зовут. Пройдемся по скиллам, по статам, то, как она у меня одета, где она используется, какую она дамагу может нанести и, соответственно, потенциал этого монстра при нынешней мете на данный день, на сегодняшний день. Да, поехали, пройдемся по скиллам. Что делает ее первый скилл? Вы бьете цель и вы можете ослабить защиту, то есть закинуть раскол на один ход с 50% шансом. Да, и дополнительно у нее есть еще 30% шанса того, на что не влияет точность, это я вам гарантирую, того, что она активирует второй скилл, то есть удар бабочки. То есть если это можно так, ну, ее можно сравнить отчасти с валькириями, знаете, то есть если идет какое-то исполнение на первом скилле, то происходит там второй и так далее, то есть получает либо какой-то баф, либо скиллы просто взаимосвязаны. То есть у нее скиллы взаимосвязаны, как и у всех ее подруг, у всех ее сестер, то есть неважно огонь, вода, ветер, тьма, свет. У всех работает первый скилл одинаково, да, то есть это раскол с 50% шансом на один ход и дополнительно вы можете вжарить со второго скилла. Мультиатака, то есть сила атаки на первом скилле равна 390%, если это вам о чем-то говорить, то есть это, ну, некий стандарт, это чуть завышенный стандарт, то есть в основном мультиатака чуть меньше. Но у нее база силы атаки не так велика, поэтому это не особо и чувствуется, но это зависит, конечно, будет от ваших рун, с которых вы сделаете приросты максимальный в плюсе. Итак, поехали, перейдем ко второму скиллу. Что делает второй скилл? Это удар бабочки, да, который отчасти может активироваться с первого скилла, да, то есть если у вас активируется он с первого скилла, то есть дамага точно такая же будет и все будет работать соответственно так же. Что делает второй скилл? Вы можете понизить индикатор атаки цели на 50% с 80% шансом, то есть это не 100% шанс, да, и после этого закинуть дебаф на скорость на 2 хода, да, и едем дальше. Что у нас дальше? Какая еще фишка этого скилла? То есть если вы индикатор атаки слили в 0, то есть если, к примеру, да, у цели было меньше 50% либо ровно 50%, хотя визуально это тяжело высчитать, в общем меньше 50% и вы еще эту цель ударите, да, закинете за метло, так вы еще и застанете эту цель на один ход. Но на все это естественно рассматривается точность вашего персонажа, то есть то, что вы сольете атак бар, равно 80% того, что у вас вообще скилл сработает. Вы можете банально вообще скилл не сработать и не будет рассматриваться то, сольете вы атак бар или нет. А вот на то застанете вы или нет, это уже будет зависеть от точности вашей шаолин и соответственно резиста вашего врага. В резист, конечно же, в иммунку точнее вы не застанете, я думаю это вы понимаете, и откат скиллов 3 хода, но я в конце видео оглашу, почему я не доточил ей второй скилл. Да, и переходим к третьему скиллу, из-за чего как бы она и ценится и наносит свою огромнейшую дамагу, вот как пример, я думаю вы видите сейчас это на видео, дамагу она наносит действительно неплохую. Вот, что она делает с третьего скилла, забыл кстати о втором скилле, мультиатака там по-моему равна 550%, да, 550% там равна мультиатака, то есть следует за второго скилла бьет сильнее. Если вам интересны цифры, то с первого скилла по гидре, в основном я бью по 17-18 тысяч, со второго скилла 24-25, то есть суммарно, если у вас прокает и первый, и второй скилл, то есть это больше 40 тысяч дамаги, то есть согласитесь, неплохая такая дамага, если вы особенно контратакуете, но с контратакой вы помните, на 25% то дамага будет меньше, но все равно 30-35 тысяч дамаги с контратакой это зачетно все-таки, но опять же должен тогда пробнуть второй скилл. Вот, третий скилл, в чем же фишка третьего скилла? Здесь несколько вот таких вот фишек этого скилла, во-первых она такует 4 раза, то есть это мультиатака, 4 атаки, но она в разброс бьет, то есть, к примеру, если против вас там 2, 3, 4 цели, да, то есть она может ударить 2 раза в одну цель, потом 2 раза по одному выстрелу, импульсу этому дать по второму и третьему персонажу, то есть она может всех четверых, да, ваших врагов по одному разу ударить, она может из четверых ударить все 4 в лицо в одного, то есть это абсолютно рандом, здесь не ищите какой-то закономерности, куда бы вы ни кликнули, она может жарить куда захочет сама, это я вам гарантирую, потому что Шаолин пользуюсь уже давно, но в PvP она не так актуальна, поэтому то, что я вам рассказал, это просто для вашей осведомленности, чтобы вы понимали, что она может сделать в PvP или просто вам зафейлить весь этот бой. Дальше, то есть по количеству дебафов она наносит дополнительную дамагу, то есть если на враге есть хотя бы 1 дебаф, то есть дамага вырастает на 15% урона, да, за каждый негативный эффект на вашем враге, то есть, к примеру, если на врага можно кинуть максимум 10 дебафов, то есть дамага у вас вырастет на 150%, то есть 10 раз, ну, больше, чем с одного дебафа, я думаю, вы это логично понимаете. Да, и что еще, некое пассивное умение, когда у вас третий скилл в откате, то есть вы его не можете использовать, да, там еще 1, 2 или 3 хода, сколько у вас там расточенные скиллы, то следовательно вы можете с 25% шансом контратаковать с первого скилла, когда вы контратакуете с пассивки, вы наносите дамагу с первого скилла, дамага будет, конечно же, слабее на 25%, но вы помните фишку первого скилла, к примеру, да, вас бьет, кто-то бьет, у вас срабатывает пассивное умение с третьего скилла, вы атакуете с первого скилла и тут же в этот момент у вас есть шанс того, что у вас прокнет первый скилл и вы походите со второго скилла, Вы понимаете, да, какой это может быть ужас, если вам, как говорится, прет Да, то есть 25% здесь и еще и 30% тут То есть вы с контратаки можете фактически ваншотнуть цель Особенно если это произойдет в раскол Да, то есть в PvP нельзя недооценивать сейчас этих подруг Они лупят таки больно, да На самом деле, особенно когда на темную нападаешь Так как у нее лидерка более приятная на арене на скорость То есть она может все-таки навалять Особенно если она жирная и вы ее не можете ваншотнуть Да, действительно, в раскол, контратака, шальная вот эта тема с первого скилла Действительно может вам где-то подсолить Да, в чем еще фишка третьего скилла То, что по дебафам, да, это я уже сказал Больно бьет, рандом абсолютный тоже высказал Ну и то, что это один из сильнейших скиллов в игре Задумайтесь, у нее с каждого импульса 350% мультиатака То есть если суммарно посчитать, это 1400% с 4 атак суммарно Плюс еще и прирост за количество дебафов А если взять ее на гидру, то есть на гидре в среднем от 5 до 7 дебафов То есть такое среднее количество число, по которым будет бить шаолин Скажу так, я уже перейду к цифрам и то, где ее использовать Моя шаолин на гидре выдает в среднем по 5 дебафам без метки То есть это раскол, это замедление, это какой-то крест, допустим, раскол на атаку И, к примеру, гланс, либо замедло То есть она выдает дамагу в среднем 17-18 тысяч с каждого залпа То есть умножайте на 4, то есть я буду говорить одно число, вы всегда умножайте на 4 То есть суммарно это 60-70 тысяч дамаги, да, где-то так Вот, но если на цель накинуть еще, допустим, и замедло, и гланс, да, так еще и закинуть метку Моя шаолин, ну вот вчера буквально на стриме, я когда стримил, побил свой личный рекорд Она выдала 4 удара по 25 тысяч Да, то есть вы понимаете, это ровно 100 тысяч дамаги А насколько я помню, у пятой гидры около 360 тысяч хп То есть вы понимаете, с одного залпа вы сносите фактически треть хп гидры Да, то есть вы вот до третьей ее сразу доводите, если шаолинка вот такую вот выдала И уверяю вас, у меня далеко не самая топовая шаолинка То есть я видел шаолины, которые наносят и 120 тысяч дамаги Но, если 8 дебафов убить, допустим, у вас есть какой-то персонаж а-ля Посейдон, да, который даст еще, во-первых, лидерку на атаку То есть это я все считаю без лидерки на атаку Так еще и закинет сайленс на гидру, который, да, не работает, но висит как дебаф То есть я думаю, вы понимаете, на гидру нельзя закинуть станы, там доты, чтобы повысить количество дебафов Поэтому, понимаете, то есть количество дебафов там всегда ограничено 5-7, но очень редко 8 Если у вас там какой-то вот такой вот извращенный персонаж есть а-ля Посейдон, если вы хотите просто для теста То есть тогда дамага у моей даже шаолинки под бафом атаки То есть не под бафом атаки, под лидеркой плюс еще 8-м дебафом будет уже равна где-то 110-115 тысяч с одного прокаста То есть это уже такая жуткая дамага А топовая шаолин уже тогда выдаст где-то под 150 тысяч Понимаете, все это дело, да? А прикиньте, еще и Виолент у вас прокает, там все такое Смотря, конечно, во что вы ее оденете Да, итак, давайте перейдем к тому, где ее использовать и во что ее одеть О гидре я уже сказал, естественно, это один из лучших ДД на гидру Как ни крути, то есть она потенциально выдает самую стабильную и самую большую дамагу на гидре После нее, наверное, можно поставить всяких гумункулов ветреных Там, я не знаю, кого еще можно взять в учет Гумункул Ну, очень хорошо одетая хва Хотя нет, хва и близко дамагу такую не нанесет Ну, разве что ее темная подруга тоже может неплохой дамагу нанести Но у нее уж очень такие условия неподходящие Ей нужно бить сквозь броню А там шанс 25%, насколько я помню, пробить сквозь броню То есть не всегда она даже с 4 атак выдаст урон сквозь броню То есть очень редко будет такое, что она 4 раза ударит сквозь броню Только тогда она передамажит Шаолин Только в этом случае А так Шаолин намного стабильней ДД на гидре, нежели темная Это все-таки инфа сотка Да, где ее еще можно использовать? Где ее лично я использую? Я вам расскажу, первое это гидра Второе, где я ее использую, это питоны Я ее использую на водяном питоне То есть на этих чудовищах, я думаю, вы поняли Черви, вот эти вот водяной Огненной я ее использую И вроде бы все-то На ветреном я ее не использую То есть это 2 питона, где я ее использую Некоторые ее еще на светлом питоне используют И на темном Ну, это уже такие пачки своеобразные Вы уже собираете сами Что вам интересно в этом плане Дальше, где я ее еще могу в теории использовать Это в некоторых хохах Не в каждом хохе, где я использую кучу дебафов То есть она будет там неплохо наваливать То есть количество станов, там заморозок Это тоже все влияет на ее дамагу Но ей нужен раскол Ей нужен баф на атаку Чтобы она действительно вносила приличную дамагу Но скажу так, что для ПВЕ В плане вот хохов там каких-то, да И питонов Наверное, ей лучше будет не вампирик Кстати, а виолент Ну, мы плавно переходим к билдажу рун И как ей по статам, что куда ставить То есть в основном шаолин одевают Либо вампирик, либо виолент Просто многие мне часто пишут Даже в личку ВКонтакте Там Толик, Аракис Почему все говорят, что шаолин КФГшки воды нужно ставить только вампирик Я никогда такого не говорил Просто большинство себе не может позволить Потратить на такого персонажа Топовый комплект, допустим, виолента А вот вампирик Он не каждому персонажу зайдет А на шаолин он закатывает Как дети в школу Да, то есть очень чудесно Она себе подхиливается И скажу вам так Когда она фигачит с третьего скилла на 1100 Вы понимаете, насколько она хилится Она хилится на 35000 35000 Бедная шаолинка У которой вот у моей там по 1017 хп Да, а она хилится на 35 Вы понимаете, что она естественно выхиливается на фул И там сверхдоза еще хп получается Там она всю пачку могла бы отхиливать Если бы хотя бы там какой-то процент расходился бы на пати Да, поэтому в плане отхила она вообще не парится Но скажу так По моим статам На пятую гидру Моей шаолинке не хватает где-то 1000 хп Либо сотки брони Чтоб на пятой гидре вампирики Конечно же она у меня вампирики Чтоб она там жила вот 100% Я вам показываю статы Какие у нее, чтоб вы знали на будущее Да, какие у меня руны стоят И вы всегда можете, кстати Добавиться ко мне в контакт И посмотреть У меня есть отдельный альбом Где у меня добавлены все мои персонажи Одеты Вы всегда можете рассмотреть руны Какие статы там и так далее И тому подобное То есть каждый персонаж у меня есть В альбоме отдельный Но он закрыт И его можно увидеть Только если у меня в друзьях Поэтому добавляйтесь Смотрите, рассматривайте в любой момент Вот такие руны У меня стоят на шаолинке Ставьте паузу Если вы там не рассмотрели Вот То есть это не самые лучшие руны Но это максимум с того Что я мог ей позволить Потому что другие комплекты Контр-атаки у меня более лучшие Но они стоят на других персонажах Насчет контр-атаки комплекта Я вам очень сильно советую Потому что Не всегда прокнет пассивка Да, и не всегда пассивка в кд А шаолин такая тетя Которая может реально тупить Она может на гидре Походить с первого Со второго скилла Когда у нее готов третий скил То есть у нее нет такого Заложенного в искусственной интеллекте Что у нее приоритет идет на третий скил Вот только он откодешился Сразу юзать третий скил Честно, если бы у нее такое было бы Ооо, это был бы Ну просто самый идеальный топовый ДД на гидру Лучше ее Ну просто не было бы Какие там гумункулы Гумункулы и близко Такой дамаги бы не нанесли Да, шаолинка в этом плане Реальный топчик Если вы ищете одного Стабильного хорошего ДД На гидру Вот она А она у меня еще используется Вместе с хвой То есть хва у меня ддшная Так еще и шаолин Шаолин может слить атак бар Дай кинуть замедление Их хва может слить атак бар И кинуть замедление Поэтому гидра против меня Ну ходит намного реже Чем у других там Саппортийцев Да, моих которые ходят Ну у меня своеобразная Скажем так Пачка Естественно Она заходит и в первую линию На гидру И в заднюю Но для первой линии Ей нужно Намного больше хп сделать И защиты Честно Не вижу в такой Некой соппортящей шаолинке Смысла Которую извращают Я видел таких вот Простите меня Даунов Которые одевают шаолин Там через защиту Там делают ей плюс тысячу брони Делают ей там 12-13 тысяч хп Стоят ее в первой линии Чтоб она с третьего скилла Вносила там 40-50 тысяч дамаги Зачем Просто Объясните мне Если она может В задней линии стоять И чудесно вносить 100-150 тысяч дамаги Я не понимаю таких людей Ну И при этом Они считают Что они сделали Что-то уникальное Что-то очень интересное Нет чувак Нет Просто Нет Да Вот в задней линии То есть она чувствует себя нормально В передней линии Это убогий деградант Только ее поставит Уверяю вас Да То есть Быструю пачку Вы с этим вряд ли сделаете Или просто извращаете персонажа И делаете с нее Непонятного какого-то полу-саппорта Который должен терпеть дамагу Зачем Это абсолютный ДД Она должна ставить задние линии И выдавать максимум дамаги Которые вы вообще можете себе представить Да Если ваша шаолинка В первой линии Нанесет 100 тысяч дамаги Хотя нет Я вам не верю Она не нанесет С даболами Поэтому уверяю вас Лучше в заднюю линию ставить Вот Где еще этот персонаж Может пригодиться В пвп Насчет пвп Если рассмотреть ее потенциал Вы вряд ли накинете На ваших врагов По 5 По 6 дебафов По 7 Специально Чтоб шаолинкой Потом ударить Вам это либо не дадут сделать Либо на врагах Будет иммунитет Либо у вас просто есть Какие-то другие персонажи Которым вы сделаете это быстрее И не будете запариваться С этой шаолин Я вас уверяю Если у вас есть Хорошо одетая шаолин У вас скорее всего Есть Тианы У вас наверное есть Какой-то Люшен На крайний случай Акмамер бюджетный И подобные персонажи Которые сделают Все это гораздо быстрее Если бы шаолин Выдавала бы Хотя бы по одной тычке В каждую цель То ладно А так она может Все 4 удара Выдать в одну цель А те 3 цели Будут фуловые Так вам еще и в ответ наваляют Или еще и воскресят Первую цель Которую вы убили То есть в пвп Она не особо актуальна Потому что уж слишком много Целей Которых она может С третьего скилла Зацепить Либо ударить все в одну цель Очень рандомный персонаж В пвп Поэтому старайтесь Сделать так Чтоб она С своего третьего скилла Выбирать место Куда вы ее будете использовать Там где она будет бить Именно одного персонажа Да Одного персонажа И там не будет Никаких других вариантов Да И еще естественно Вариант где ее использовать Это Некромант На Некроманте Очень приятные для нее условия Так как босс Некромант Стоит сам Никто не мешает Никаких кристаллов Никаких там подопечных Разве что украдут Вашего персонажа Там на кое-то Количество ходов Либо пока вы его не заберете Точнее пока вы его не заберете Да Ну убьете вы его быстро И заберете к себе Поэтому Шаолинка Будет выдавать все свои 4 атаки Либо в щит Да Это тоже как бы неплохо Ну с какой-то стороны Так как вы быстрее пробьете щит Либо если вне щита То есть моя Шаолинка В 5-6 дебафов Там в 7 дебафов Она наносит около 30-45 тысяч дамаги Когда на Некроманте Висит 10 дебафов То есть она вносит Где-то как 50-55 тысяч По Некроманту Некроманта просто Ну броня Не самая такая низкая Знаете если сравнивать с питонами У питонов просто Очень низкая броня Когда они лежат Вот это Вы на них можете Накидать дебафы На этих чудовищ И соответственно Найси дамагу То есть не сравнивайте Дамагу на питонах И допустим на Некроманте Дамага будет Отличаться где-то В полтора раза То есть к примеру Если моя Шаолинка Вносит по 80-90 тысяч На питоне Понимаете Да эту дамагу Это 320-360 тысяч Дамаги А топовые Шаолинки Вносят до 500 тысяч Дамаги С одного Прокаста И ее ульты Задумались да 500 тысяч дамаги А представьте С ней поставить Еще допустим Такого персонажа Как Зефир Он же Джамир Дракон ветра Который откатит Это дело И она вновь Вжарит с третьего скилла Либо ее представьте В Виоленте Который еще Потенциал у нее увеличивается С первого и со второго скилла Она тоже неплохую дамагу Вносит Но я же говорю Не сравнивайте дамагу На питоне И допустим на гидре И на Некроманте Вот гидра и Некромант Можно приблизительно сравнить Дамагу Потому что У гидре чуть-чуть больше Дефа чем у десятого Некроманта Но все же Дамага почти Одна и та же Вот серьезно Почти одна и та же Ну как Хотя нет Не одна и та же Поменьше все-таки Почему Потому что Дебафов Много Навешать на гидру Очень тяжело А на Некроманта Заходит все И доты закидываются Раскол Ну в общем все Закидывается И чудесно Я допустим Хожу с таким персонажем Как Ируч И следовательно Дебафов у меня много На Некроманте Она тоже себя прекрасно чувствует Итак Статы вы видите По рунам у меня Атака Крид дамага Атака Вы можете разбавить хп Если у вас допами Не получается хп Сделать хотя бы Такое количество Да Поэтому где ее используют Рассказал Какие руны Рассказал Потенциал этого монстра Вы видите Он реально большой То есть это не только одно место Тупо гидра И все Больше вам персонаж Нигде не понадобится Хотя Из-за такой дамаги Даже на гидру Согласитесь Не впадло Ее было бы Раскачать Поэтому да Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Надеюсь вам понравилось Мое видео Оцените его Поделитесь с друзьями Киньте репост Вконтакт В социальные сети В которых вы зарегистрированы Приходите на мой Стрим канал Ссылка есть тут Тут Или где-то там Приходите в 19.00 Стримим каждый день На стримах у нас тоже часто Отдельные гайды На других персонажей Я там рассказываю Какие руны Точить Не точить Мы крафтим руны Меняем статы В рунах Вот этими новыми камнями Это тоже прикольная фишка Да И конечно же Ежедневно открываем Моим подписчикам Свитки Да Если у вас есть свитки Можете написать мне вконтакте Напоминаю о том Что у меня есть функция Такая как консультация Если вы запутались В раскачке вашего аккаунта Не знаете что куда пойти Как куда качать Каких персонажей переводить Обращайтесь ко мне В личку вконтакте Договоримся Пообщаемся в скайпе Я вам отвечу На все ваши вопросы Уже более тысячи человек Я проконсультировал Качайте правильных монстров И одевайте их верные руны Все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok